Врачи израильской клиники Шнайдер готовы провести операцию по трансплантации костного мозга подростку из села Тельвиска Мстиславу Никонову. Напомню, у мальчика рак третьей степени, лейкоз. Общая стоимость лечения составит почти 350 тысяч долларов. Половину этой суммы нужно внести на счет клиники до конца февраля. Только после этого врачи готовы принять Мстислава. Два года назад Мстиславу Никонову поставили страшный диагноз – рак третьей степени. После чего школьник перенес несколько блоков химиотерапии и вошел в ремиссию. Но осенью прошлого года у мальчика случился рецидив. Болезнь переросла в острый телемфобластный лейкоз – заболевание крови. В декабре и январе ему срочно провели два курса высокоточной химиотерапии. Но положительного результата достичь не удалось. Как выяснилось, отечественные препараты Мстиславу не подходят. Необходимы импортные – более сильные. Благодаря неравнодушным жителям Ненецкого округа средства были собраны в короткий срок, что позволило оперативно купить и доставить зарубежные медикаменты. И вовремя продолжить лечение в Архангельске. В Архангельске в боксе под круглосуточным наблюдением врачей, медперсонала. Папа находится с ним тоже круглосуточно. Переливание крови уже третий день ему повышает тромбоциты, лейкоциты, гемоглобин. Все это упало практически по нолям. Поэтому самочувствие у него слабенькое лежит. Сейчас, пока Мстислав находится в тяжелом состоянии и показатели здоровья после высокодозной химиотерапии упали, разрешения на перевозку нет. Тем временем начать лечение и провести операцию по трансплантации костного мозга готовы врачи израильской детской клиники «Шнайдер» после того, как Мстислава ведут в ремиссию. Мы связались с тремя клиниками. Три клиники нам отказала, тоже в Израиле. Одна клиника «Шнайдер» дала согласие, пересмотрев полностью выписку, посмотрев полные последние анализы, сказали, что есть шанс, есть возможность ребенка вылечить, провести трансплантацию. И выставили официальный счет – это 348 тысяч долларов. Половину этой суммы нужно внести авансом. Времени на сбор средств остается мало. Уже в начале марта врачи клиники ждут Мстислава. К этому времени также станет известна информация по поиску донора. Диагноз сложный, болезнь прогрессирует, дорога каждая минута. В конце недели будет проведен контрольный анализ, который покажет, вошел Мстислав в ремиссию или нет. Если ответ будет положительный, то надо незамедлительно начинать пересадку костного мозга. Возможно, второго шанса у мальчика не будет. Он у меня крепкий, сильный, всегда на позитиве, поэтому расслабляться ему не даем. Нужно бороться, нужно верить, нужно надеяться, что все будет хорошо, что он поправится. Огромную помощь и поддержку нам сейчас оказывают жители округа. Связались с нами волонтеры из Архангельска, из Севердвинска, создали группу поддержки. Для Мстислава туда также могут вступить все жители округа. Все, кто может помочь Мстиславу Никонову, могут перечислить денежные средства по реквизитам благотворительной организации «Три единства», которые вы видите на своих экранах, или по номерам телефонов родителей Мстислава.